МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас одно из самых обсуждаемых предложений – это возможное повышение пенсионного возраста. Обсуждают в правительстве, в Госдуме, обсуждают между собой люди. Когда Госдуму будет рассматривать этот вопрос? В Госдуме этот вопрос не рассматривался. В правительстве это кулуарно, а на заседании правительства это не рассматривалось, потому что я и при старом правительстве ходила на заседание, и продолжаю ходить уже при новом правительстве. Тема эта, она больше как бы в обществе обсуждается. На прием люди приходят, задают вопросы. Но вы хороший вопрос задаете. И я думаю, что просто спрятать как страусы голову в песок, это, наверное, неправильно. Над этой темой, над пенсионной реформой, нужно работать. Это не только повышение пенсии. Президент в своем докладе сказал, что очень низкая пенсия. Она низкая, потому что низкая заработная плата. И говорил о путях, как нужно все это изменить. Потому что мы видим, что 20 миллионов увеличилось количество людей, у которых с низкими доходами. У нас больше появилось бедных. В первом году было 40, потом был спад. А сейчас, на сегодняшний день, это печально. И если смотреть, те же пенсии, особенно у нас в Красноярском крае, есть крайний север, приравненный к районам. Вообще сибиряки. Вроде бы и производство есть. А все-таки пенсия, она практически не отличается от материковой части. Это очень печально. Значит, что-то не так в пенсионной реформе. Почему? И заработки вроде бы были хорошие. А все-таки пенсия не совсем такая, какая бы... Ну, смотрите, все равно обсуждается больше не размер пенсии. Обсуждается все-таки пенсионный возраст. Потому что так или иначе, даже в правительстве то, что не обсуждается, и то, что это не обсуждается в Госдуме, тем не менее, предложение и от Минфина есть. Увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет. Есть разные варианты, по-моему, там еще есть до 60 для женщин, до 63 для женщин есть. И это сейчас как бы волнует людей. Я понимаю, что у вас не происходит таких обсуждений. Но дело в том, что мне хотелось бы выяснить ваше настроение. Какие сейчас настроения в Государственной Думе по поводу вот этого предложения? Оно так или иначе существует? Я хочу вас немножко вернуть в прошлое время. Вы знаете, что касается государственных служащих, гражданских служащих, значит, и муниципальных служащих, закон такой уже принят. И там возраст увеличен выхода на пенсию. Они выходят теперь на пенсию не в 55 лет, а в 55 с половиной. И каждый год по полгода прибавляется. Я женщинами в виду, мужчин 60, и каждый год прибавляется. И до сколько там будет это прибавляться? До 65, до 60 как бы женщин. Это уже норма действует. Это у государственных служащих? У государственных служащих. Речь-то... Вы правильный вопрос задаете. Почему? Потому что у нас идет падение рождаемости. У нас в связи с лихими 90-ми сокращен продуктивный возраст молодежи. Понимаете? Его нет просто. И если мы, какие бы меры мы вот не принимали, да, по демографии, а мы, вы знаете, какие принимаем, и по уходу теперь за ребенком, у кого доходы не соответствуют, получают, но все равно этих мер недостаточно, и пенсионный фонд не пополняется страховыми взносами. То есть у нас просто недостаточно денег для того, чтобы оплачивать пенсию? Да. Поэтому этот вопрос наверняка будет рассматриваться. И вообще тема-то правильная, ее нужно рассматривать. Что же вот три года прошло пенсионной реформы? С 15-го года новый закон действует. Его нужно анализировать и в том числе говорить и на эту тему. Какое видение у правительства? Что оно нам предложит в этой связи? Что мы предложим, приезжая из региона, выслушивая граждан? А вы что можете предложить, выслушивая граждан? Какое настроение, например, у вас лично? Настроение такое, что если мы продляем возраст, значит, а вот рабочие места-то будут освобождаться для молодежи? Оно же все взаимоувязано. Понимаете? Здесь нужно в аспекте это все рассматривать. И сам размер пенсии, и работающий пенсионер, будет он работать или не будет, мы будем стимулировать работу, а мы без этого не обойдемся. Работающие не платят страховые взносы. То есть я правильно понимаю, что пока в Госдуме единого какого-то мнения по этому вопросу нет? Мы просто его не рассматривали, ни круглых столов не было, ничего. Я поставила этот вопрос и запросила у пенсионного фонда и в Министерстве по труду. Сколько граждан, которые должны были выйти на пенсию, для нашего края это очень важно, потому что у нас есть первый список, второй список, и у нас досрочно выходят на пенсию. Но в силу того, что они начинают работать, ну допустим, мужчина в 22 года, в 23 на алюминиевом заводе, он в 50 должен выйти на пенсию. У него баллов, конечно, не столько много, зарплата большая. И вот выходя в 50 лет на пенсию, значит, он отказывается от получения пенсии, зарабатывают себе баллы или нет. Я запросила такую информацию по России. Сколько же граждан не обратилось за назначением пенсии? И сколько? Копейки. Копейки. То есть норма эта, она не заинтересовывает работающих пенсионеров отказываться от пенсии. Значит, не на верном были пути. Хорошо. Вернемся к этому вопросу. Я так понимаю, наверное, летом, когда вы будете все равно так или иначе касаться этой темы на одной из сессий из Государственной Думы. Еще один вопрос, который касается денег, но теперь уже всех денег, это повышение минимального размера оплаты труда. Вы выданное предложение, чтобы на МРОД распространялись в том числе и северные коэффициенты, и все остальные коэффициенты, которые работают в Красноярском крае. Вот я так понимаю, что уже сейчас должны начаться выплаты по новым условиям. Но возникают проблемы с финансами. Выплаты были так непредусмотрены. Как решить? Ну, мы взяли статистику. Я говорю, вы знаете, а мы берем не статистику, мы берем живых людей, которые работают. И у меня предложение такое. Давайте сверим все цифры с регионами, сколько в каждом регионе таких граждан. Вы верим, мы-то живые люди, мы же не статистики платим заработную плату. И договорились, что сейчас вот у нас будут поправки в федеральный бюджет второй. Пойдет транш уже за счет средств не резервного фонда, а из бюджета. И буквально недавно мы принимали поправки в бюджетный кодекс, где четко прописали на сбалансированность субъектам Российской Федерации выделить средства, которые у нас были остатки на 1 января по федеральному бюджету 32 с лишним миллиарда. Для того, чтобы можно было быстро перечислить для решения этой проблемы. Тогда вопрос, когда эти деньги придут. Потому что плачить-то уже, так понимаю, надо сейчас, а сейчас все бюджетные организации сталкиваются с тем, что платить-то надо, но у них не предусмотрено. Сейчас у нас предусмотрены как бы вот бюджетные кредиты. Бюджетные кредиты. Край может взять кредиты, обосновать, под что он берет. Только чтобы свои деньги не тратились на другие цели. Там условия есть выдачи этих кредитов. Но тема очень правильная, потому что людям не платят эту повышенную заработную плату до прожиточного с коэффициентом, мотивируя тем, что нет денег. Вы знаете, для людей это не отговорка. Нужно брать кредиты и платить. Разговаривать с правительством. И что мы и делаем. Край наш это делает. УЗ буквально недавно был. Вот буквально недавно был. Он обеспокоен. 5 миллиардов платили. Он говорит, раз обратите там только 2,5 миллиарда. И вот мы эту работу ведем. Сейчас приедем, завтра с Бахарем встречаюсь. Значит, нам срочно надо. Нам еще надо. Почему? У нас северяне едут в длительные отпуска, бюджетники. Мы обязаны им выплатить отпускные. Дорогу авансировать. Авансировать дорогу. На самого работника и члена. Получается интересная ситуация. С одной стороны, мы делаем очень хорошее дело. Мы поднимаем мрот. Мы учитываем северные коэффициенты. Это правильно. Здесь ничего в этом. Это совершенно нормальная ситуация. Но мы почему-то сюда ставим. Как-то получилось так, что телега впереди лошади. Мы сначала ставим телегу. То есть мы принимаем повышение мрот. А потом начинаем под это искать деньги. Вот это интересная ситуация возникает. Вы знаете, нет. Мы не ставили телегу впереди лошади. И добивались мы все время. Что мы добьемся, что минимальная заработная плата будет соответствовать прожиточному минимуму. Согласитесь, человек, который работает, он не может получать меньше прожиточного минимума. Он что, должен вымереть, что ли? Он же должен обуться, одеться, заплатить коммунальные платежи. Он должен все это сделать. Понимаете? А как человек, который работающий, он не зарабатывает себе на кусок хлеба? Ну, такого не может быть. Это нонсенс. Другое дело, надо срочно смотреть и те полномочия, которые мы сегодня передали, на субъекты, на муниципалитеты. А денег-то нет. Но у нас будут федеральные деньги на то, чтобы вот этот Мурат Павлович? Будут. Будут. Хорошо, это самое главное, что я хотел бы услышать. Потому что Александр Викторович, он в Москве, и он в Министерстве финансов, он был у Медведева. Он работает с нами, с депутатами. Мы, вся депутация Красноярского края, все в этой теме. Я очень рад слышать, что есть такая коалиция, которая, скажем так, работает очень слаженно для того, чтобы принести деньги в Красноярский край. Еще один вопрос. К сожалению, у нас не очень много времени до окончания программы. Госдума приняла пакет антисанкций. Но в первоначальном варианте он был такой, знаете, весомый, большой. Там в том числе и говорили о лекарствах. Потом как-то он потихонечку-потихонечку сократился. Какие пункты были убраны, почему? Ну, когда мы его принимали в право, он действительно, там были прописаны все отрасли, да? Но когда проводились консультации, проводились круглые столы, значит, слушания по этому законопроекту, были эксперты, юристы, производственники, правительство было. И все в один голос говорили, что не нужно в законе прописывать до запятой. Сегодня мы прописали одно наименование лекарства, а завтра может появиться другое наименование лекарства. И в этой связи все фракции договорились, что ко второму чтению, и мы уже это сделали, постановление записали, мы отдаем эти полномочия правительству и, естественно, президенту. Вот если возникнет какая-то ситуация, они оперативно постановлением своим могут это принять. Мы как бы вот эти полномочия им прописываем. Теперь по поводу лекарств. И очень хорошо, что состоялись вот эти обсуждения. Когда начали анализировать списки, особенно по лекарствам, и получается так, что наименование одного лекарства закупается только в Америке, допустим. А его выпускает и Австрия, которая против санкций России заявила официально. И Китай выпускает, и Индия выпускает, другие страны. А мы почему-то закупаем только в одной стране. Или то, что мы могли бы у себя делать в своей стране, а мы как бы это не развиваем. Хотя фармацевтическая промышленность, она очень выросла. Там на 25% у нас выросла фармацевтическая промышленность. Но тем не менее, то есть нужно наводить порядок в этом вопросе. Но пока, я так понимаю, что санкции лекарств не коснулись. Она не коснется жизненно важных, те, которые у нас вообще не производятся. Они остаются, и правительство этот список сохраняет. Паники у людей не должно быть. Эти лекарства будут, потому что это мы обсуждали. И все сообщество, которое с нами собиралось, и общественные организации, коммерческие, некоммерческие, и договорились. Спасибо большое, что сегодня были у нас в гостях, и все подробно нам разъяснили. Спасибо. Спасибо. Раиса Кармазина, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Сегодня была в нашей студии. Всего доброго, до встречи.